друзья мы с маргаритой вас приветствуем на канале хутор стуканов краснодарский край сейчас мы едем в поликлинику в удобную станицу там еще ни разу не были маргарита решила записаться на куда там терапевт на рентген и на икг да направление терапевт должен дать вот а ей поликлиники говорит а чего я типа в отрадную записываетесь там врачи заняты все очередь вот в удобной более свободной но сейчас поедем а еще маргарита записалась к мамологу в армавир на воскресенье это все ничего 7 понедельник да на воскресенье платную обстоятельства бесплатной творится какая очередь так что сейчас поедем посмотрим вообще что это за поликлиника здесь удобный но это страница поменьше не районный центр мы там ни разу не были глянем едем по удобной мы здесь кстати ни разу не ездили сколько живем там в основном по центральному ли за вас войну первый раз тут едем впереди там уруп река за урупом уже считай там недалеко наш хутор ну как бы рядом находится но над крюк да потому что мост у нас тут через уруп так то было бы ближе конечно да вот где дома его не видно там за деревьями у нас сегодня тоже тепло двенадцать показывает ну на солнышке хорошо явно больше при том что еще утро я выезжали из хутора показал 14 а здесь двенадцать может потому что уруп рядом да горная река все не все холодно вот там какая-то стоянка вижу вот это есть на поликлинике что-то много машин там наверно этот я не знаю сколько там этажа два да ну не знаю а может одноэтажно лучше посмотри ни разу не была асфальт начался да одноэтажно до конца маршрута 200 метров вот мы по навигатору едем потому что ни разу не были так вот это красное что ли да нет вот та наверное белая сейчас разберемся ремонтирует да это стационар сейчас будем искать но все таки вот этот красный вид конечно удручающий но тут ремонт идет он там вообще вот это наверное где лежат стационар там плитку кладут благоустраиваю ну что побывала я у терапевта удобенского такой классный врач прям внимательный мужик да забыла фамилию забыла как-то сложно фамилия мужчина да очень внимательный хороший врач мне понравилось такой мужчина взяла направление на узи органов малого таза на узи сердца и на рентген ну то что действует больше чем 10 дней потом можно сдать кровь но уже позже потому что там срок действия анализа в 10 дней в общем мне надо позже прийти и врач сказал что когда уже все анализы я сдам прямо к нему прийти перед поездкой в краснодар и он даст заключение потому что у меня там нужно как бы заключение терапевта консультация тоже вот и записал меня круг клору сразу вот он но это уже на 19 число представляете на 19 декабря запись клору в тебе с 20 в краснодар уже да вот к нему надо 19 а потом уже в краснодар на 8 утра мне записал 19 клору а потом к нему но в краснодар мы успеем если с утра все сделаем вот так что вот так у меня на фгдс нашли какое-то небольшое воспаление там в желудке и он сказал тоже лечение назначит но потом уже после операции потому что греча смысла нет уже как бы не вылечишься до операции так что но много там я смотрю окон то много врачей несколько терапевтов здесь есть есть стоматолог здесь можно сдать анализы на правда не каждый день а два раза в неделю кровь и моча здесь берут анализ видать отвозят может в от родной даже здесь капельницы могут поставить если нам какое-то лечение например раз в день если ставить капельницу чтобы не лежать в стационаре в от родной можно вот сюда приезжать и ставят капельницы в общем но вполне здание конечно старое но я думаю его тоже отремонтируют потому что вот стационар я уже да я показал что там так-то видок унылый конечно особенно вот это строение но я думаю да если начали делать два корпуса значит самое главное что самое главное чтобы были хорошие врачи опытные грамотные и добрые так сказать которые с участием относятся к пациенту а народа много там нет немного но там детей много сидела может там на прием к детскому врачу а тут и детский есть да да наверное есть дети сидели много с детьми вот так что вот так друзья везде люди живут с замкадом есть жизнь как некоторые считают что если ты выехал замкад то все все остальные там сто чем-то миллион миллионов не лечатся максюха лежит греется максик макс не зажарился не зажарься максик балдеешь лежи лежи грей терпимо если подержать минуту а если лежать на из зажарился весь уже чего тебе не нравится зажарился кипяток да ты кипяток макс уже спалишь так себе спину слезай чё на солнышке греетесь да вискос вчера звали вечером вискоса он видать нас не дождался мы сейчас поздно ложимся пошел на чердак звали звали он не пришел потом спустился пожрал на кухне лег поспал сейчас опять проснулся чуть погуляет опять пойдет на кухню поезд поспит ну и так в течение дня загонит соседскую кошку на дерево покричат там собаки погавкают да он будет ждать несколько часов пока в хату пустим у нас два дня солнышка не было было так прохладненько а сейчас вискарик вышел погреться застеснялся воробья принес собаки из-за него подрались собаки подрались по местам загнал одну вольер второго на место посидят полдня как только что-то у них какая-то разборка из-за каких-то там костей или еще что-то сразу по местам короче вискос таскает птиц кротов сюда а собаки за них дерутся они у него забирают альма естественно главное снежок все пытается своровать если альма видит все она на него сразу бы кует и бежит сразу на место виск вискарик вискарик водичку курочка хомяк хомяк завтракать идет привет привет лишь к любит она вот так когда я чешу хомяк здорово правый лапу давай поздороваемся у тебя рука тяни лапа ладно течет отодвигает меня хочу горит на улицу все видеть снежок о как служит никто не учил команде лениво лениво тогда мы его сейчас маргарита делают рассольники такой из утки домашний из нашей утки которая была у нас и шкурки шкурки мы не едим собачкам да утка очень жирная собакам отдадим жир я сняла на сантиметр сверху был жира утиного я его убрала из костюля ну и правильно слишком жирно снежок на у железа пока горячо на иди косточку доедай а стороной альга иди косточку иди доедай а то сейчас альма съест давай беги снежок где твоя косточка а ты положи прямо вон на бетон этот хочет урвать то еще не доел еще и а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Такие дела Это торговый центр Красная площадь в Армавире Вот такой нормальный центр мы там были уже но не сегодня когда машина ремонтирует Ветер на улице просто сносит все у нас нет ветра но здесь ветер прям ледяной хотя температура 7 градусов да вот мнение это мне надо 8 8 горяду кофе попьем поедем домой животинки решили повесить тарелочки которые у нас лежат уже давно это вот такая тарелка и мармарис турция и у нас еще в москве остались тарелки из гуанчжу из китая до гуанчжу выбрали у нас много тарелок чувство дуба из дубая раз по моему катар еще и есть катар вон висит джорджия грузия танзания таиланд хутор стуканова самая лучшая художественная работа в единственном экземпляре так сказать вот и еще из таиланда на остров пепе пеппи пеппи по сусетам еще какие-то есть огонь а я вот не помню из дагестана мы привозили тарелку или нет вроде нет не помню кстати лайфхак вот такой конвертик алик делать из листа а4 приклеивает и сверлит и весь мусор падает вот сюда то есть напомню по клиента вон так резюка не мешает да если кому-то надо вот пользуйтесь но если кто-то не знает но сначала перышко чтобы кусок штукатурки не отлетел от перфоратора а потом уже перфора и так тададам тадам ответственный момент да одно есть и второе красота да вот это повесить сложно и над гирлянду нафиг снять снимай да а то можно так все тарелки смахнуть смахнуть да мы и уже не включаем сколько три года висит три года не снимаю каждый день новый год иногда я ее цепляю и я страха сразу это жим-жим да тарелки разобьешь да алик мне этого не простит мы всегда старались покупать тарелочки вот такие рельефные но они просто красивые да вот как грузия вот катар вот такие они красивые да это тоже ничего а вот таиланд вот такая у нас ночь вот мы по-моему не нашли тогда 3d тазания тоже такая рельефная дамбай красотища да надо добавить еще найти что у нас есть но где-то что-то еще лежит и попросить чтоб из москвы нам прислали наши тарелочки которые там остались хотят нам туда заслать гонца с пупыркой что он сразу все обернул гонец если нас смотрит он уже в курсе красота а когда их будет много вот я вообще думаю а может быть там но правда это в основном тарелки а у нас еще серёга в германию когда ездил привозил мой брат привозил дрезден по моему еще есть да еще и еще какая-то тоже с его самый об остальных местах это все мы где были мы самые кайфовые тарелки это который ты сам купил в другой стране и привез да я думаю а может быть кинуть крич подписчикам которые за границей живут в обмен на кружку хутор штуканов какую-нибудь тарелочку но это так мысль вслух это пока надо надо продумать вот потому что там с почты туда-сюда посылки как бы сильно пересылка дорогая конечно особенно в почте россии это вообще она может не тарелка не доехать не кружка да это точно все на сегодня работа закончена ну чё блинчики сегодня блинчики решила ну да как обычно в тесто крутой кипяток добавляю но они почему-то не всегда с дырочками получается может молоко холодное добавляю сейчас добавила теплое молоко специально подогрела его у тебя всегда хорошие блины получается конечно причесываю что это первый блин и никому и никому да тарелочку сейчас пожарю и будем пить чай мы пообедались у него сколько с армавиру приехали да вот только полник у нас будет на пол седьмого а ужин часов день уже у нас может быть 1 в 9 а как вчера второй в двенадцать пошли подошек у себя заварили где-то посмотришь фильм какой-нибудь или чем и сразу бежишь холодильник тесто у нас густоватое поэтому я добавлю воды еще блин толстый получился я сначала делаю густое тесто молоко яйцо сахар а потом по мере густое делаю а потом уже разбавляю до нужной консистенции крутым кипятком водя же значит это уже пробую на сковородку как она растекается тоже нами густовато да нет жаришься блин большой маленький я знаю мне говорили что на двух сковородках жарить удобно да удобно но не уследишь во первых у меня плита маленькая сюда вторая сковородка никак не вместится вот это вот этот кружок большой а вот этот маленький и вторая такая же сковорода сюда не встанет я знаю что можно можно и на 4 и на 4 ну а куда мы у нас у нас что получается но это если 10 подписчиков придет да 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 а так то не ждешь и даже мне самой 10 блинов например испечь быстрее будет на двух сковородках два раза быстрее ну вот мне как бы никогда у нас там такая маленькая плитка а делать четырехкомфорочную 9-ти метровую кухню тогда рабочий стол сократит они мне вот этой хватает вполне у нас же там еще есть если что-то вдруг экстренное такое надо сразу все готовить у меня вот под навесом еще две комфорки есть на плите такой обычный так что я не жалуюсь на так сказать недостаточно недостаток комфорок вот ну пожарим сейчас попьем чуё колец алекс оценит как всегда я уже знаю я знаю что потом что потом ну мне кажется толстовато толстовато я видел когда ты наливала значит ты меня слушай я тебе расскажу все покажу опять учить меня на кухню пришел так сейчас еще водички добавим а это чисто на воде или там молоко есть там молоко ну кипяток же надо а молоко можно толстовато будет еще говорю тебе слышишь уже не буду добавлять чуть-чуть я просто помню зрительно как растекалась у тебя когда тоненький ну да я вообще тоньше делаю сейчас ну так вот в процессе смотришь ну по толщине и уже и уже добавляешь воду дырдочки есть есть маргарита говорит что вот этот блин порвался я говорю ну и что я съем подумаешь это последний тоненький хороший блинчик порватый порваны их не его не порватый вот и поговорили курям медук медук разнотраве я считаю что это самый самый лучший мед самый полезный потому что он собран с лекарственных трав друзья все спасибо что были с нами всем удачи пока